здравствуйте я рада что вы нас смотрите меня зовут зваем мы сегодня опять идем значит дедушка опять уехал на рыбалку бабушка отдыхает ой привет я уже снимаю иду как вот я тут хожу брожу почти что по лесу цветочки всякие смотрю россию смотрите цветочки цветочки луговые цветочки и ромашки 2 но правда очень душно очень-очень очень-очень душно но все равно на природе хорошо я еще такие нашла цветочки красивые желтенькие низко растут мать и мачеха больше всего я люблю вот такие цветочки луговые полевые такие они красивые тут их не очень много но розовая прикольная киска идет привет киска какая-то домашняя колокольчику я нашла тимошку он пошел смотреть кошек не надо в глазки только в глазки не тыкой аккуратно а тут живут котятки ты знаешь зритель мой не знает ну что там еще котятки давай я сниму еще котяток а тут только два осталось только два осталось их разобрали наверное да ребят кто-то забрал вот остался черный с белым и черненький котик черный котик говорят не повезет если черный кот дорогу перейдет а пока наоборот только черному коту и не везет не надо гладить его пожалуйста ну не надо что что творит что творит что творит а что вы творите а с кровати ой ну фея может запрыгнуть на кровать а кнопочка не может кнопочка злится лайк ой фея ну давай иди прыгай ай где кнопочка беги гоняй ее ну иди водички попей язык на плите наиграли я решила вам показать как я книжечки расставила смотрите ну в основном конечно это детские книги всякие тимофею читать потому что у коли основная часть книжек москве у нас с собой увез вот здесь у меня даже остались свободные полки здесь что-то мою кучу тетрадок оказалось пустых совершенно вот тут еще даже есть пустая полка это школьные тетрадки колькин вот тут уже даже какие-то диски вместились у нас тут опять детской литературы и вот тут записи моего девушки которые я никак не разберу а вот у меня еще есть такой я решила почитать прикольная штука природа и люди журналы какие-то дореволюционные сейчас покажу прикольные вот тут так смотрите такие старые старые странички что-то интересненькое будет я вам сфоткаю потом на инстаграме покажу что-то я тут такое прикольное находила в общем сейчас уже не могу найти тут есть такая очень старая интересная реклама потом выложу вам фото тела я повесили полки я расставила всякую мелочь потому что для книг полка мне показалось это не очень хороша тут вот всякий такой декор тимошкины машинки всякие самолётики в общем всякая всячина которая не знаешь куда поставить вот для нее как раз эти полки ну здесь я поставил компьютер значит первую полку забрал себе тимофей первый ящик он сказал что все разложил тут как ему надо на третьем этот флейта клей все сам гантельки даже положил в общем у ребенка тут своя позиция на эту жизнь здесь я тоже игры разные разложила клавиатуру брала потому что на меня раздражает но здесь мне кисточки с красками и всякая трепуха и коврик 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 для мышки который тоже меня страшно раздражает вот так мы устроили свое открыла все устроили наконец-то свои книжно-компьютерные дела классно я довольна главное хотела показать тимофей из москвы с собой привез смотрите символ года положил к себе на полочку возит с собой чтоб такая мышка она кожаная мама да да она из настоящей кожи бабушка с дедушкой подарили такая такая машинца можно его повесить прикольный такой вот на удачу хочу вам показать вот прошлым летом я спальню за дверь вешал вот такие полочки покупала их в обе они были просто ну обычные сосновые по моему просто из светлого дерева вот я увлекаюсь такой ерундой называется декупаж очень все это люблю на времени у меня на это конечно не хватает вот я сделал две такие полки это я тоже покупала в обе просто ее вот за декупировала ну и конечно с блестками потому что без блесток я вообще жить не могу блестки это все наши в общем без блестюшек жизнь скучна вот такие вешалки ну кстати хочу сказать эту мы поесть или вниз и на ней не видно вообще ее вообще практически не да надо ее было повыше повесить вот это я осталась очень довольна вот верхней что-то как-то что-то мне не ну и еще немножко из моего увлечения это декупаж такие мини купила такой бидончик и мини леечку тоже за декупировала покрыла лаком тут вот видите не совсем но это дно в принципе не страшно так я тимошка все покушается на не хочет туда налить воду но я ему объясняю что это сверху все залачены поэтому неизвестно как себя лак поведет так он поблескивает даже я по моему прорисовывала метки на розочках специальной акриловой краской в общем это конечно все достаточно доступны просто ничего сложного если вы хотите что-то сделать такой вот красивая симпатичная для души вот мы вам хотим рассказать что игорь борисович был в твери у родственников и вот леночка прислала нам такой подарочек крем для тела тенториум вот мы очень его любим это замечательный крем вот видите я уже лена я уже им пользуюсь смотрим и он не здорово помогает у меня артрит правда не такой запущенный у меня артрит но все таки артриты достаточно давно у меня уже и бывают дни когда мне прям трудно даже встать с кровати у меня коленки болят и я вот мажу на ночь вот этим кремом коленочки свои и мне здорово помогает он приятно пахнет он пахнет так воском немножко медом дали о драм гадага медовый запах хорош еще вы знаете я им мажу если но ноги очень суховаты становятся вот зимой я тоже мажу и кожа становится гладкая такая причем мажу прям от коленки вниз не не только стопы но и икры все вот и также руки вот я даже сейчас у меня намазаны руки кремом я немножко взяла вот этого тенториума и чуть-чуть другого крема смешали ну не они смешал прям прям на руках я сделала вот и все вместе это втираю и кожа становится такая бархатистая и женщины но моего возраста наверно знают бывает что поламывают пальцы вот суставы поламывают особенно если что-то не дня готовишь в холодной воде вот бывает там ну вот грибы там и грибович приносит но это в основном зои делает но если чуть-чуть я даже повожусь то все у меня потом вечером у меня ломит вот все суставчики вот я им тоже мажу очень здорово помогает ну в общем это такой крем номер один да он экологически чистый крем считается это фирма тенториум мы без него вообще уже давно очень мне кажется лет десять до не живем но первая нам лена его открыла открыла тенториум нам леночка да спасибо ей большое иногда даже на сайте заказы да тимофей когда заболевает тоже я мажу ему грудную клетку ну когда у него бронхит или что-то в таком духе и у него тоже еще бывают ревматические боли там от дождя если он сильно перегуляет на холодной погоде вот ничего нам не помогает только этот крем потому что он иногда плачет прямо от боли вот это прям чудо-чудо чудо крем его и под язык можно он там укрепляет иммунитет у него там куча-куча показаний свеженький да он свеженький в общем кто не знает тенториум ребята я вам всем советую это прям про знаете зоя вам оставит ссылочку да на сайт и там на этом сайте можно заказать ну не только там у них много замечательных продуктов все продукты у них замечательные вот как-то давно я брала зубную пасту тоже она мне очень понравилась не знаю сейчас есть ли она какие-то витамины дрожжей укрепляющих иммунитет средств чего там только нет в общем это все натуральные но главное что это все экологически чистое то есть это не вот какая-то ерунда и мы уже это вот на себе проверено на себе не для рекламы ради не только на себе а мы ребенка тимошка был совсем-совсем маленький у него была няня на какой-то массаж ему даже делала у него очень сухая кожа и главное несмотря на то что он аллергик да это аллергии не вызывает хотя тут и мед и пропорист замечательная штука вот видите сколько я уже буквально я три-четыре дня вот мазала вот сколько у меня ушло тут 50 вот миллилитров миллилитров они в разные бывают 2 они раз больше в общем бывает поменьше да в общем леночка тебе спасибо а вам всем вот лично я просто советую да я тоже я без него не живу меня сейчас коленка болит я намазала уже мне гораздо лучше стало потому что можно намазать что угодно и я сейчас уже вот намазал тоже им коленки потому что у нас начался дождь да да и все болит и ломит потому что у нас целый день были балконы открыты и все пропиталось в общем да на даче в общем дождичка мы сейчас вот чашка да уже поздно и мы вот капает за окном прям проливной дождь в общем вам всем удачи мы вам советуем вот такой вот чудо да и ссылочку мы оставим на сайте кто желает на сайт ссылочку оставим в описании всем пока целуем обнимаем да я же знаю что ты не прячь улыбку в телефоне не убегая встречу пойми что я твоя